Да, Мария Владимировна. Здравствуйте. У нас тоже два вопроса. Первый о, как вы выразились, летающем спикере Нэнси Пелосе. Некоторые СМИ пишут, что сегодня она все-таки после посещения Малайзии может отправиться на китайский Тайвань. Хочется понимать, как вы можете оценить такие действия США в целом. Какова, на ваш взгляд, истинная цель таких действий? Вот буквально недавно в состоявшемся телефонном разговоре между лидерами Китая и США Байден подтверждал, что политика США в отношении одного Китая не изменилась и не изменится. Вы знаете, они сами, по-моему, ответили на свой вопрос. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Нам даже не надо дополнительно комментировать. Это провокация. Раньше подобные вещи... Сейчас я объясню, в чем дело. Таких провокаций Соединенные Штаты Америки и инсценировок производили тысячи на протяжении всей истории. Постоянно. Знаете, разница в чем? Раньше международное сообщество, и мы, как граждане, как обыватели, вы, как журналисты, мы не имели возможности их раскрыть по горячим следам. Они осуществляли провокации, провоцировали конфликты. Дальше через систему пропаганды рассказывали о том, что нарушается международное право, что, конечно, свобода в опасности, и демократия подверглась нападению. И только спустя, раньше десятилетия, в нашем 21 веке, уже спустя годы, у общественности была возможность найти правду за счет того, что раскрывались записи бесед, предавались огласки документы, в том числе в виде сливов, утечек и так далее. И все видели, что творил Вашингтон, создавая очередные провокационные ситуации. Кстати говоря, вот сейчас ровно за это, за то, что предал гласность огромный массив документов, подтверждающих провокативность действий Запада, поплатил со своей свободой. А по большому счету и жизнью Джулиан Ассанж, которого мучают, держат за стенках, практически он подвергается бесчеловечному отношению. А сегодня мы имеем возможность практически в прямом эфире видеть, как осуществляется американская провокация. Вот я посмотрела, за полетами Пелосия во сне и наяву наблюдали и наблюдают сотни тысяч человек. Такого глумления над американскими политиками я давно не видела. Люди в прямом эфире следят за перемещениями самолета, сравнивают их с заявленными маршрутами и политическими декларациями, задают вопросы, все это обсмеивают, закрывают просто руками лицо. Американцы это делают от позора, который испытывают за свое американское руководство. И с ужасом задают друг другу вопросы. А что будет, если эта провокация будет реализована до конца? Вы знаете, я вчера получала вопросы просто от граждан США, которые писали. Но хотя бы вы расскажите, что может быть, если эта провокация будет реализована. Вы понимаете, люди боятся. Люди понимают всю безответственность действий администрации или вот этих самых политических сил. Люди понимают несогласованность действий в нынешнем Вашингтоне, потому что никто уже не может понять, что они действительно хотят, кроме вот этих вот хаотичных движений и опять же превращения всего остального в хаос. Есть ли в этом логика? Насколько просчитаны их действия и людям, и в Соединенных Штатах Америки, и в различных регионах мира становится страшно от того, что Соединенными Штатами Америки, ядерным государством с огромным количеством баз по всему миру и с дислоцированным собственным американским ядерным оружием в Европе управляют люди, которые не могут принимать системные решения во благо и в пользу мира, которые не могут их даже объяснить и бесконечно занимаются провокациями, инсценировками и распространением хаоса. Поэтому мы рассматриваем возможный, это даже я не знаю, как назвать, возможный, потенциальный, необъявленно реализуемый визит спикера Палаты и представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин. Мы считаем урегулирование ситуации в тайваньском проливе сугубо внутренним делом Китая. Разумеется, как азиатско-тихоокеанское государство, Россия надеется, что тайваньская проблема будет решаться без ущерба для мира и стабильности в регионе. Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Мы исходим из того, что существует только один Китай. Правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Тематика Тайваня обсуждается с китайскими партнерами по мере необходимости на различных уровнях, включая высший. В частности, в принятом по итогам переговоров лидеров наших стран 4 февраля в Пекине совместном заявлении Российской Федерации и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии российской страны, вновь подтвердила приверженность принципу одного Китая и выступила против независимости острова в какой бы то ни было форме.